Защитники земли, пусть всегда растут деревья, пусть всегда цветут сады. Маленькие и взрослые защитники земли собрались в экоцентре «Добрый пластик» на Талсинской на очном этапе областного конкурса «Мы за чистой Подмосковье». Более 500 участников из 23 округов региона приняли участие в отборочном туре. За каждой из этих работ стоит чувственное и эмоционально доброе отношение к родному подмосковью, к экологии родного региона и понимание того, что нам жить в этом регионе, нам ходить по этим улицам, нам дышать этим воздухом. Лучшие проекты были представлены в экоцентре. Вероника из Можайска очаровала жюри своей мультипликационной работой, рисунки для которой она рисовала сама. Если увидел такой знак, то значит в лесу костер разводить запрещено. Еще одна экологическая проблема – загрязнение воды. Главная идея моего проекта заключалась в том, чтобы показать всем людям то, что это дело экологии не зависит не только от всего человечества, а даже от каждого человека отдельно. От меня, от вас, от людей, которые находятся здесь. Ученик Щелковской гимназии номер 2 Лев предлагает установить в школах специальные баки для вещей, из которых дети вырастают во всех смыслах. Почему бы старшекласснику не отдать когда-то любимый рюкзак с Бэтменом первоклашки? Проект «Вещеворот» Шури оценила по достоинству и просудила ему первое место. Номинация – социально-экологический проект среди учащихся пяток-восьмых классов. Мой проект о рациональном потреблении, то есть об отказе от покупок некачественных или ненужных вещей. Это будет осуществляться за счет того, что школьники на добровольной основе будут приносить вещи, которые им уже не нужны, и отдавать их нуждающимся в этом детям. Первое, второе или третье – в этом конкурсе все участники-победители. Они заботятся об экологии родного края, а значит, о будущем нашей планеты. Впечатление складывается очень благоприятное. И, скорее всего, наше будущее действительно в хороших, надежных руках наших детей. Во многом это благодаря тому, что сегодня экокультура пронизывает буквально все сферы жизни современного человека. И каждый взрослый, занятый будто в образовании или на предприятии, чувствует за собой ответственность прививать любовь к природе подрастающему поколению. У нас на самом деле случилась такая уникальная коллаборация, когда объединились и комитет культуры, и комитет образования, и региональный оператор, и администрация городского округа. Очень радостно, что сейчас очень много благотворительных фондов именно на экологической такой ниточке проводят свои проекты. Так, проявляя заботу о природе, сегодня мы можем проявить заботу о ближнем. Мы сотрудничаем совместно с благотворительным фондом «География добра», и рады, что они на нас интегрируют в свои экологические проекты. И я знаю, что есть подопечная Мария, собирают пластик и макулатуру в том числе и не только в школу городского округа, но и в экоцентре. И я надеюсь, что в ближайшем будущем сбор для ребенка закроется. Нет сомнений, что так и будет, ведь в Московской области большая и сильная команда защитников природы, неравнодушных и идейных людей. Мы за чистое Подмосковье!